Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня наша программа посвящена социальным вопросам, довольно важным, потому что мы очень часто слышим с вами о всевозможных выплатах, о социальных дотациях, о помощи людям, которые столкнулись с какими-то жизненными проблемами, с пособиями детскими, с пособиями, связанными с какими-то пенсионными вопросами. Одним словом, очень много вопросов, но, тем не менее, они все четко прописаны, законодательство не стоит на месте. И чтобы в этом разобраться, чтобы понять, на что можете претендовать вы, наши телезрители, или можете не претендовать, мы приглашаем сюда в студию людей, которые в этом разбираются профессионально. И сегодня у меня в гостях заведующий отделом социального обеспечения инвалидов Окружного управления социального развития номер 3 Министерства социального развития Московской области Ольга Станиславовна Казакова. Здравствуйте, Ольга Станиславовна! Здравствуйте! У вас такой важный момент, потому что, к сожалению, инвалиды есть, были и будут. И это та группа людей, которые просто нуждаются в помощи. К сожалению, зачастую очень бывает, что даже самые просто близкие люди или люди, которые живут рядом, не обращают на это внимания, считают или ниже своего достоинства. В общем, это такая психологическая история. Но вы занимаетесь этим еще и с точки зрения профессиональной, чтобы выполнить букву закона. Я так понимаю, что отдел... Чем вообще отдел ваш занимается на сегодняшний день? Какая у него миссия? Ну, в отделе много функционала. Один из них – это оказание гражданам помощи государственной социальной помощи, экстренной социальной помощи, о которых я хотела остановиться, надо более подробно рассказать. Также отдел занимается распределением санаторно-курортных путевок для альготной категории граждан. Они еще есть, да? Они еще есть, конечно, да. Вот. Также занимается отдел распределением технических средств реабилитации. Это имеется в виду какие-то коляски и подобное что-то, да? Ну, у нас в перечне, который не входит в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, есть 13 наименований, которые оказывают именно по линии органов социальной защиты населения. Ну, это, например, кровать, там глюкометр, да, специальная медицинская кровать, глюкометр с речевым выходом, допустим, столик прикроватный, в ванну электропривод подъемный, чтобы инвалиду можно было принять душ. Ну и так далее, таких 13 наименований. У нас это не выделяется в натуральном виде, а у нас дается выплата на эти средства медицинской реабилитации. То есть человек может приобрести это, если захочет, либо потратить эти деньги как-то по-другому. Это должно быть прописано в индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида. Вот какое-либо из этих наименований, тогда мы компенсируем, человек покупает, либо даем мы компенсацию. Ну, понятно, что вопросов много. Я думаю, постепенно мы все обсудим, но не сегодня. Может быть, сегодня остановимся на двух главных, которым Ольга Станиславовна готовилась и пришла с тем, чтобы помочь нам в этом разобраться. Это государственная социальная помощь и экстренная помощь. О второй, наверное, поговорим позже. Начнем с первой. Вообще, что такое, что вкладывается сегодня в государственную социальную помощь? Что это такое? Государственная социальная помощь оказывается малоимущим гражданам, либо одинокопроживающим, либо семья, состоящая из малоимущих граждан. Кто же такие малоимущие граждане? Что за возраст? Кто признается, да. Возраст здесь значения не имеет абсолютно. Это граждане, у которых среднедушевой доход на человека ниже величины прожиточного минимума, установленного в Московской области. На сегодняшний день какое у нас? Для каждой, вот как раз хочу конкретизировать, для каждой социально-демографической группы населения он разный. Вот, например, подгляжу немного, потому что здесь цифры. Да, это важно. Допустим, для пенсионеров на данный момент он каждый раз варьируется в зависимости от квартала. Вот на данный момент для пенсионеров этот уровень составляет 14 858 рублей, для трудоспособного населения составляет 18 832 рубля, и для детей 16 759 рублей. Это минимум. Да, то есть если на копейку хотя бы превышает озвученные мною цифры, человек не имеет права на получение государственной социальной помощи. Он уже хорошо живет, да, получается. Ну, я условно говорю, конечно. Хорошо. Вот это очень интересное разделение. Почему оно, я не знаю, насколько вы компетентны ответить на этот вопрос, почему оно существует? Пенсионеры отдельно, дети отдельно, родители отдельно? Ну, я думаю, мое личное мнение, что это все-таки зависит от обеспеченности той или иной категории граждан, да, пенсионеры. Вот пенсия, да, у нас тоже она варьируется. Есть очень небольшие пенсии, поэтому граждан существует по области доплата, региональная социальная доплата. Вот у кого-то, там, у ветеранов, допустим, высокие пенсии. Вот дети – это такая категория, которым много что надо, и они ничего сами не зарабатывают, они зависят до 17 лет от родителей. Ну, отродуспособные люди – это те люди, которые, ну, в принципе, должны трудиться, да, но по независимым от них причинам… И могут оказаться. Они вот, да, они получают маленькую заработную плату по независимым причинам. Допустим, есть же рабочие группы инвалидов, ну, людей, у которых инвалидность, третья группа, да, но он в силу, допустим, своих физических причин не может работать, чтобы зарабатывать много. Поэтому у него небольшая заработная плана, или он половина ставочки, да, что-то вот на 0,5 ставки работают там небольшие. Кстати, сейчас даже 0,1 есть ставки. Да, 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 то есть не может он больше вот из-за состояния здоровья позволить себе работать. Поэтому таким людям государство помогает в виде государственной социальной помощи. Есть ещё даже две категории, градации. Это семьи, состоящие из одиноко проживающих пенсионеров, либо семьи из пенсионеров. У них другая градация, другая сумма – это 1,5 величины проживающего минимума. Это вот я выше озвучила суммы, а у пенсионеров она другая – 22 287 рублей. Это на двоих? На человека. А, на человека. То есть, да, не должна превышать эта сумма. И если она вот ниже, мы этим пенсионерам оказываем государственную социальную помощь. Если выше... Вот очень много интересного рассказали, потому что я был в полной уверенности, что есть либо какая-то усреднённая цифра, оказывается, есть ещё градация, что говорит о том, что государство всё-таки пытается быть гибче по отношению к жизненным ситуациям. Но вот эта речь идёт не только об инвалидах и вообще о людях, которые попали в некую экономическую ситуацию. Да, не завис ещё от них, не по их мнению. Давайте начнём с пенсионеров, потому что вы сказали, есть выплата у нас дополнительная. Ну, она существует во многих больших городах, в том числе Московской области. Эта выплата не касается вашего дела? Это отдельная история? Нет, не касается. То есть если человек получает выплату, ну, скажем так, по линии Московской области, он имеет право претендовать на вашу доплату? Если это даже с этой выплатой, региональной социальной доплатой, его доход на человека не превышает высшим на озвученную сумму, для пенсионеров вот она 22 с копейками, для обычных пенсионеров 14,858, то он имеет. То есть это просто дополнительный... В доход берётся всё. Вот я хотела это тоже об этом отдельно сказать. В доход мы рассчитываем... Многие считают, что, может быть, это берётся только заработная плата. Она у неё маленькая, граждане подают, мы отказываем. Или, допустим, берётся в наш расчёт только пенсия. Нет, это не так. А как рассчитывать? Мы берём в расчёт, помимо заработной платы, трудоспособность человека, пенсии, если это пенсионер. Мы берём в расчёт алименты, то есть любой доход берём в расчёт. Алименты, которые получает мамочка на детей, это её доход. Например, берём доход по вкладам в банках, которые человек получает. То есть у человека есть определённые денежные средства, которые лежат на вкладе в каком-либо банке, и ему за это ежемесячно какой-то процент начисляется. А он как бы об этом умолчал? Ну, может быть, умолчал, может быть, не знал, что об этом нужно сообщить, не счёл это своим доходом, а только вот основной, вот у меня есть заработная плата, либо месяц пенсия. В основном, конечно, имущество. Берём в расчёт. Это мы всё выявляем по межведовственному запросу. Эту ситуацию мы всё выясняем. А почему вы выясняете? Потому что многие пытаются получить выплату в ВОЗ? Потому что многие... Не страдая особо, да? Это определённый вид всё-таки помощи от государства, который предназначается для самых малоимущих слоёв населения, которых очень низкий действительно доход, и которые, наверное, без помощи государства просто... Хорошо. Про пенсионеров понятно. И тут, конечно, пенсионеры разные бывают, безусловно. Давайте поговорим о детях, чтобы уже остановиться потом на... А дети, вот там написано 16 тысяч. Это предполагается, что ребёнок может заработать... 16 759. Да, потому что тут точно, что если 760, то всё. Да. А откуда эта сумма берётся? Предполагается, что ребёнок может заработать такие деньги? Сейчас объясню, как происходит расчёт. Значит, расчёт берётся за последние 3 месяца, предшествующих месяцу подачи заявления. Вот гражданин считает, что ему эта помощь необходима. Он собирает определённый пакет документов, подаёт через региональный портал государственных услуг самостоятельно, либо, если ему это затруднительно сделать, он обращается к специалистам ВФЦ. И вот эти доходы за 3 месяца предшествующих подачи заявления, он предоставит доходы на всех членов семьи. Все члены семьи – это те граждане, которые указаны в финансово-лицевом счёте. То есть, получается, это семья, допустим, папа, мама, двое детей. Вот берётся зарплата папы, зарплата мамы. Допустим, на одного ребёнка мама получает ещё плюс алименты. И это всё суммируется и делится на количество членов семьи. А потом уже мы смотрим. Так, поделили, кто ребёнком является, кто трудоспособным папа, мама, кто инвалид, кто пенсионер. Какие расчёты? Да, это сложные расчёты. В принципе, я думаю, что гражданам не особо нужно в них вникать, но нужно знать обязательно, да, что при подаче заявления, чтобы не питаться ложными надеждами, нужно знать, что в доход входит не только заработная плата или, допустим, пенсия. Потому что, да, ну, как бы отказы потом... Много отказов вообще? Ну, бывают, да, да, да. Мы его стараемся разъяснять населению, чтобы, ну, как бы, чтобы были информационно всё-таки они подкованы в этом плане. Ещё, да, последний вопрос. Я сделала небольшой перерыв. Вот прозвучало алименты слово. Получается, если женщина получает алименты, то уже всё? Уже она не претендует на право? Смотря какую сумму. Опять же, это алименты, это одна из частей дохода этой семьи. Хорошо. Сейчас сделаем небольшую паузу. Спасибо за то, что вы даже, можно сказать, приоткрыли какую-то тайну. Много очень нового я узнал для себя. Напомню, что у нас в студии заведующая отделом социального обеспечения инвалидов Окружного управления социального развития номер 3 Министерства социального развития Московской области Ольга Станиславовна Казакова. Сейчас сделаем паузу. А во второй части уже более подробно поговорим о государственной социальной помощи и экстренной помощи, которую мы ещё вообще не затрагивали. До встречи. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. У нас в гостях заведующая отделом социального обеспечения инвалидов Ольга Станиславовна Казакова. Это окружное управление социального развития номер 3 Министерства социального развития Московской области. Итак, мы выяснили в первой части, кто имеет, претендует. Вот подаёт человек заявление, вы всё просчитали. И он что, сколько времени он получает эту помощь? Объясню, да. Какая сумма этой помощи? Рассматриваем мы это заявление в течение 10 рабочих дней. А её размер следующий. Значит, размер государственной социальной помощи не должен быть по законодательству менее 300 рублей на человека и не более 1000 рублей на человека. Эта помощь оказывается единоразово. То есть только раз в год граждане могут на неё претендовать. То есть 1000 рублей может получить человек? Допустим, если это 1000 рублей, то эта помощь назначается на полгода. Единожды, да. Каждый месяц в течение полугода. Один раз в год. То есть максимум, что может получить гражданин, это 6000 в год. А ты подумал, 1000 на весь год. Нет, нет. Ну то есть это своеобразная такая, условно такая, заработная плата дополнительная от государства. А на полгода, а на год нельзя сделать? Нет, законодательством это предусмотрено. Опять подавать? За три, как вы говорили, за три календарных месяца, предшествующих дате подачи заявления. То есть это имеется в виду доходы подают. Если это заявление, то, допустим, если только закончился период выплаты этой государственной социальной помощи, человек подает сразу, ведь эти три месяца войдут также в его доход. Он может у него увеличиться, и он может не пройти на следующий период. То есть надо еще паузу сделать какую-то. То есть нельзя продлить на полгода. Нет, это вообще государственная социальная помощь оказывается раз в год, на полгода. Понятно. Ну немало это, как вы считаете? Тысяча рублей в месяц. Это я максимум беру. А некоторым, наверное, 350 рублей приходит. Ну, такое бывает крайне редко, потому что, как правило, все-таки мы видим контингент, который подает нам эти заявления. Это семьи действительно нуждающиеся. Поэтому 350 рублей или 300 мы никому не назначаем. В основном всем даем по максимуму. Тем более это как бы на члены семьи. Понятно. То есть еще раз, если три человека живет, мама, папа и ребенок, ну, предположим, да, вот сложная ситуация, они каждый может получать по 1000 рублей, да, полгода. А потом, получается, вынуждены сделать паузу, чтобы опять подать заявление, и тогда уже на следующие опять полгода они могут претендовать. Хорошо. Как они получают эти деньги? Они куда-то в кассу приходят или на карточку? На их расчетный счет перечисляются, да. Какая-то отчетность у них должна быть? Куда-то они сдают потом документы, когда они, например, в следующий раз подают, что мы уже подавали. Нет, никакой нет отчета. Если мы это все видим из наших информационных источников, просто рассматриваем следующий пакет документов, когда они подают. И уже смотрим, какая у них на данный момент ситуация жизненная. С какой периодичностью это подают? Сколько раз в день или месячные какие-то есть примерные цифры? Общее количество приблизительно статистика. По вашему отделению, да. Сейчас скажу, в неделю. Но я могу сказать статистику, не знаю, по Люберцам, так как у нас сейчас управление обслуживает в социальной сфере четыре города. Это Люберцы, Латкарин, Дзержинские и Котельники. Ну вот и по ним. То по ним могу сказать статистику, в неделю. Но где-то около ста. Около ста. Только по государственной социальной помощи. А как вы считаете, есть люди, которые проходят по вашим параметрам, точно пройдут, но которые то ли не знают, то ли им лень подать? Есть такие? Которые не знают об этом виде помощи? Ну вообще информируем мы, конечно, граждан. Потом существуют сарафанные радиолюди, об этом друг другу рассказывают. Да, когда есть деньги, где-то все-таки народ подтягивается. Да, у нас очень много информации на нашем сайте. Сейчас же все тоже информационно подкованы. Кстати, давайте немножко об этом скажем еще раз. Потому что передача, человек что-то ухватил, какая-то цифра, и он начинает нервничать, чтобы вы не нервничали. На сайт к вам можно прийти и посмотреть эти снижения. Конечно, у нас на сайте окружного управления социального развития номер 3 вся информация очень конкретная и очень доступна, изложена. Хорошо. Ну, перейдем теперь к экстренной помощи, потому что она звучит почти как на скорую помощь, напоминаю. Чем она отличается, что это такое? Экстренная социальная помощь положена гражданам, которые... Также они по доходам, но те граждане, которые не просто малоимущие, а которые попали в трудную жизненную ситуацию, либо даже в кризисную жизненную ситуацию. То есть между жизнью и смертью, что называется, уже практически. Ну, практически. То есть у человека что-то случилось экстраординарное, что-то какой-то форс-мажор, которому нужна помощь в данный момент от государства серьезная. Также это граждане, у которых средний душевой доход на человека не должен превышать 17 277 рублей, то есть тоже по доходам. Тоже проверяется это все? Конечно, это все проверяется, да. И который, допустим, первый блок, да, попала семья, либо одинокопроживающий гражданин в трудную жизненную ситуацию. Что это такое? Ну, допустим, на примерах, наверное, все-таки это как-то попроще. Да, проще будет, да. Вот был одинокопроживающий пенсионер. Вот у него со здоровьем стало, ну, как-то совсем плохо. Плохо, да. Да, и так-то пенсия была небольшая, пошел он оформил инвалидность, соответственно, стало много, куда нужно денег. Это и лекарства, и особое, может быть, питание, да, и так далее, и так далее. Либо жила, допустим, семья. Папа, мама, двое детей. Случился развод. Папа был, так сказать, добытчиком в семье. Развод. Папа ушел. Мама осталась с двумя детьми. Либо у кого-то жили, допустим, семья, два пенсионера, опять же, да, умирает один из них. Ну да. Сложность в жизни ситуации. Остался человек один. Психологический, финансовый. Да, да, похороны сейчас сделал тоже дорогое, дорогостоящее. Человек потратил последние, как говорится, копейки со своих пенсий или, может быть, каких-то накоплений. Нужна помощь. Ну вот, поэтому эта помощь оказывается тоже один раз в год. Если это одиноко проживающий пенсионер, то это до 10 тысяч за один раз оказывается помощь. Вот. Вот если это семья из нескольких членов семьи, то это до 7 тысяч на человека. Это у нас решается комиссией, которая... Кто входит в комиссию? В комиссию входят сотрудники Министерства социального развития, окружного управления социального развития. Вот. Председатель у нас это начальник управления окружного и секретарь и члены комиссии. Это люди, которые непосредственно занимаются данными вопросами. Мы рассматриваем документы, обсуждаем конкретную жизненную ситуацию человека. Если что-то нам может быть непонятно, мы можем с человеком созвониться, выехать на акт обследования, посмотреть. А, даже так. Да. Да. Извините, вот это важный такой момент. У нас слово комиссия всегда... У нас много комиссий. Приёмная комиссия, медицинская комиссия, разные. Но это человеческий фактор. И от, простите вас, ваших коллег, да, зависит, какое будет принято решение. Конечно, мы всегда, не зная, не понимая, чисто человечески, да, понимаем, что если человек... Надо, зачем комиссия? Выплатите всё. Вы должны всё проверить, убедиться. Если что-то не соответствует, вы можете отказать. Это бывает крайне редко, потому что мы же не смотрим, просто приезжаем визуально. Это же всё-таки на основании документов. Человек изначально подаёт определённый пакет документов. Кстати, хочу акцентировать внимание, что это услуга, которая пока не выведена на портал, региональный портал государственных услуг, услуги.мосрек.ру, пока она подаётся, так сказать, на бумажном носителе, в бумажном виде, когда человек приходит в какой-либо МФЦ и подаёт сотруднику МФЦ определённое заявление и определённый прилагающийся к нему пакет документов. Из этого уже пакета документов, который потом в управление к нам попадает, уже сразу видно, что у человека... То есть человек, допустим, если это смерть близкого русского, он в заявлении это, допустим, описывает, прикладывает все действия о смерти. Если, допустим, не дай бог, сгорел дом, пожар, мы видим, так сказать, определённые справки документов из определённых органов, допустим, из органов МЧС, что у человека сгорел по такому адресу дом, тогда-то, тогда-то. То есть это не просто, что человек написал в заявлении... Да, хочу, или комиссия такая приходит или звонит и выясняет, слушает внимательный человек, а документов не видит. Нет, мы это изначально всё видим уже по документам, просто мы что-то уточняем, так сказать, этой комиссии путём телефонных звонков, допустим. То есть правильно я понимаю, что максимально это 7 тысяч рублей? Максимально, если семья, максимально до 7 тысяч на человека. На человека? Да, если это одинокопроживающий пенсионер, то это до 10 тысяч на человека. И опять же 6 месяцев? Это единоразово, нет, не 6 месяцев. Это один раз в год, в календарный год. 10 тысяч? Это, да, это трудная жизненная ситуация. Есть такой вид экстренной социальной помощи, как кризисная ситуация. Кризисная ситуация, ну это прям вот... Совсем плохо. Это что-то, прям какое-то происшествие случилось у человека. Это взрыв бытового газа, пожар, какая-то, не дай бог, какой-то теракт. И погибли. То есть это какие-то жертвы людские, это какие-то серьёзные... Что-то такое сверхъестественное, да. Со здоровьем, человек попал под машину, дорогостоящее лечение и так далее. Это кризисная ситуация. Оказывается в размере на... Если это семья, то до 30 тысяч на человека. Если это одинокий гражданин или у него проблемы со здоровьем у человека, то это до 50 тысяч рублей. Разово? Раз в год? Разово, раз в год, да. Ну вот эти суммы, как это ни парадоксально, конечно, не очень хочется, что такие ситуации... Не хочется, вернее, что такие ситуации были. Но оказывается, есть даже такие... Потому что мы начинали с 1000 рублей в первой части, да? Да. А здесь-то такая... И тут тоже, да, контроль серьёзный с вашей точки зрения. Потому что всё-таки это очень большие деньги. Да, да. Конечно. Бывало на вашей практике такие суммы выделялись? Конечно, да. У нас же в городском округе Люберца, в том числе, очень много частного сектора. И где живут, допустим, пожилые граждане, ну, по независимым от них причинам, да, происходят какие-то возгорания, да? Это достаточно, к сожалению, часто. Ну, и в квартирах тоже. Понятно, понятно. Конечно, бывает. Ну что ж, вот мы с вами узнали довольно много интересного. Ещё раз скажу, что заходите на сайт, на сайт Окружного управления социального развития номер 3, где много ответов на вопросы. Если что-то непонятно, можете ещё раз пересмотреть нашу программу. Я благодарю заведующего отделом социального обеспечения инвалидов Ольгу Станиславовну Казакову, Окружного управления социального развития номер 3, который уже упоминал Министерство социального развития Московской области. Говорили мы о государственной социальной помощи и об экстренной помощи. Государство всё-таки пытается помогать тем, кто действительно попал в трудную жизненную ситуацию. Ну, а вам спасибо за то, что вы помогаете государству, помогать людям. Всего доброго. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова